Перед тем как начать обзор игры, то хочу обратиться к игровому комьюнити, потому что от него, мягко говоря, у меня аж жопу сводит из-за количества негатива, которое льется на Старфилд. Начну с самого идиотского. На форумах сравнивают Старфилд с Baldur's Gate 3. Серьезно, блин? Погодите, вы сравниваете вот это? И вот это? Вам не кажется, господа, что это совершенно разные игры и разные жанры? Давайте тогда будем сравнивать предстоящий Mortal Kombat 1 с уже вышедшими недавно черепашками ниндзя, ведь и там и там драки. Второе. Часто вижу, как игру пинают за баги и выкладывают скриншот этих багов, выдавая их за норму и даже особо креативные в кавычках называют игру багфилд. Дайте мне несколько сотен тысяч компьютеров со Старфилд и я уверен, что на десятках компьютерах будут баги, потому что на всех компьютерах своя и разная конфигурация. Конечно, также можно было бы и оправдать и Киберпанк на релизе, но нет, это мы не про это говорим. Не нужно считать, что Старфилд багованное, только лишь увидев такие публикации в интернете. Я провел в игре более 30 часов, единственный баг, с которым я столкнулся, это вот такое вот случилось с моим союзником. Сильно ли мне этот баг мешал? Нет. Поэтому не нужно кричать, что игра сплошной баг. Тем более, что в игре к союзникам вы вообще не привязаны и можете делать что угодно, а союзниками нянчиться не нужно. Вообще, со Старфилд произошла уникальная ситуация, которая характеризуется новостью о том, что один друг прислал своему другу фотку настоящего Марса и сказал, что это скриншот из Старфилд. На что друг сказал, что текстуры мыльные и качество не очень. Понимаете, я не знаю, на каком этапе стало модно ругать Старфилд, но это действительно так. У меня ощущение, что где-то конкурс проходит на самое мощное докапывание до игры. Настолько эту игру пинают. Действительно, как не зайду в обсуждение игры, то все только и ругают и ругают. А знаете, что я выявил, что ругают в основном те, кто в эту игру вообще либо не играл, либо просто смотрят стримы по игре? Господи, это такой идиотизм. Ругать игру, не играя в нее. При этом я согласен, что в игре есть недостатки и то, что разработчики немножко некоторые моменты приукрашивали перед релизом. Но она не заслуживает того неадекватного хейта, который происходит. Хватит ругать Старфилд, только лишь потому, что это Старфилд. Давайте ругать его конструктивно, ну и давайте ее хвалить. Чем я и займусь дальше без сюжетных спойлеров. Начнем. Давайте начну с плюсов. Даже тот факт, что игра работает в 30 кадров, то игра все равно выглядит плавной. Я играл на ноутбуке на ультра настройках и вы видите движение. Но поверьте мне, что и в 30 фпс играется отлично. Но если говорим про картинку, то давайте графику обсудим. Так вот, графика лично мне понравилась. Конечно, графика не прорыв, но соответствует современным стандартам. Я действительно получаю эстетическое удовольствие от окружения, которое очень детализированное. А планеты выглядят просто великолепно. Равно как и планеты с городами. В особенности я кайфую от города Неон, со всеми этими бликами и неоновыми вывесками. Конечно, в игре бывают некоторые объекты, где картинка не очень хорошая. Но это мои придирки, поскольку я сам разработчик игр. Например, здесь я нашел шоу от UV развертки. Ну, это шоу, который проходит между текстурами, условно говоря. Вообще, моделеры стараются делать такие швы в незаметных местах. Но тут прям даже я увидел, пока случайно пробегал. Но в целом, такие косяки бросаются в глаза, только если приглядываться. Но это уже пиксель дрочерства, а не игровой процесс. Поэтому в целом, картинка гуд. Далее. Персонажи. Опять же, в интернете много скриншотов с кривыми мордами NPC, но у меня ничего такого не было. Все лица персонажей выглядят хорошо, учитывая, что многие NPC разгуливают в больших и открытых пространствах. То прорисовка лиц достаточно хороша, равно как и мимика. И я не зря отметил, что диалоги с NPC проходят преимущественно на открытых пространствах. Поэтому не ждите здесь лицевых анимаций, как в The Last of Us 2. Опять же, технические особенности. Поэтому резюмирую по графону. Графон красивый, NPC нормальные, объекты хорошо детализированные. Ну и если игра в сеттинге космоса, то давайте поговорим про космические корабли и про планеты. Во-первых, в игре действительно много планет. Конечно, самые классные планеты, это которые именно города. Там очень много всяких случайных событий, в целом в городах есть чем заняться. Но и сами планеты выполнены детально и планеты наполнены. Хотя есть и другие планеты, на которых может находиться, скажем, какая-нибудь станция или исследовательские центры. Эти планеты, конечно, победнее и некоторые планеты повторяются. Но эти планеты в основе своей служат чисто для постреляшек и для выполнения дополнительных квестов. При этом игру пинают за то, что некоторые планеты по сути свои пустые. Да, я соглашусь, но я, честно говоря, на таких планетах особо не задерживаюсь. Но даже если по ним побродить, то лично я получил какой-то, знаете, такой вайп, что ты один на целой планете, а вокруг пустота. Да, я понимаю, что это с точки зрения геймплея скукота, но с точки зрения опыта, мне понравилось это ощущение, что ты один на целой планете, а вокруг бесконечность. Ладно, пойдем дальше, а то сейчас в какую-то нирвану войду. А дополнительных квестов в игре просто дофигища. Эти квесты действительно отличные. Не как в унылом Final Fantasy 16 по типу принеси и подай бомжу поесть, а действительно крутые квесты. То всякие детективные, где мы в итоге выходим на крупного предпринимателя, который ради прибыли погубил людей. То квесты по работе на банк по выбиванию долгов с должников. В общем, квесты просто пушка. Скажу больше, что я на дополнительных квестах от интереса застрял так сильно, что по основному сюжету решил пойти только после 25 часов прохождения игры. Например, квест про внедрение его в банду контрабандистов мне прям вообще зашел. Однако при выполнении этого квеста я поймал логическую ошибку. Вот видите этого дядьку? Вот он у меня в компаньонах. Я по сути привел его к тем, кто его ищет. Но реакции не было, как от одних, так и от других. Но такое у меня случилось один раз. В основном все персонажи адекватно реагируют на обстановку. Ну и давайте про кораблики поговорим. Выполнены они великолепно. Это действительно огромные махины, которые вы можете улучшать, изменять, покупать, нанимать команду. И в целом игра дает тебе невероятное чувство, что ты действительно капитан огромного корабля. И вся команда в вашем подчинении. А баталии в космосе выполнены тоже интересно. При этом вы можете конструировать собственный корабль, что вообще невероятно. Скажу больше, что в игре даже управление кораблем сделано классно. Потому что у вашего корабля есть, так скажем, энергия, которую нужно распределять между скоростью, пушками, щитом и так далее. И ты действительно подстраиваешься под ситуацию с помощью этих настроек. Но к управлению кораблем я еще вернусь позже, поскольку там есть и существенный минус. Кстати, игру еще ругали, что в ней постоянные загрузки. Черт его знает, но у меня загрузки между локациями проходят в среднем за 5-10 секунд. Вот даже пока я сейчас говорю без всяких перемоток, показываю вам время загрузки перехода с маленькой локации на огромную, где находится город. Поэтому загрузки меня в основном вообще никак не беспокоили. Наоборот, загрузки между локациями мне наоборот даже показались быстрыми. Теперь немного про сюжет без спойлеров. Наш персонаж, являясь сотрудником, который работает в шахте, находит случайно некий артефакт, который ему отшибает память, и его находит команда, которая тоже охотится за этими артефактами. Ну и дальше начинается сюжет, который, на мой взгляд, получился очень интересным и качественным. Без всякой банальщины по типу, он убил моего брата, отца собаку, и поэтому я буду всю игру мстить, летая по вселенным и космосу. Нет, в игре сюжет неординарный и интересный. При этом в игре много вариантов развития этого самого сюжета, потому что, например, квесты вы можете выполнять разными путями. Где-то пробраться тихо и что-то забрали, где-то кого-то обмануть, кого-то убить и так далее. В общем, вариантов решения ситуации крайне много. При этом на сюжет еще будет влиять ваш класс, ведь в игре есть неплохой редактор, где вы можете выбрать три характерные черты вашего персонажа и кто он, скажем так, по жизни. Например, я выбрал дипломата, у меня в игре были дополнительные диалоги, которые очень сильно выручали. И ваш класс действительно влияет на то, как вы взаимодействуете с миром. Ну и сам редактор персонажа выполнен тоже хорошо, можете создавать всяких уродцев. И да, в редакторе нельзя выбирать вид и размер половых органов, как это завелось в последнее время, а на смену этого вы можете выбрать чистоту и вид зубов. Хотя я не знаю зачем, ведь ваш персонаж по сути не будет разговаривать и камера в диалогах не будет наводиться на него. Зачем было добавлять редактор зубов, когда вы эти зубы не будете видеть вообще, не знаю. Ну и в целом боевая система выполнена в игре хорошо, у вас есть как огнестрелы, так и ручные атаки и гранаты. При этом огнестрелы в игре ну просто дофига, равно как и всяких разных типов патронов. Ну и естественно, что огнестрелы и ваши скафандры, шлемы, рюкзаки вы можете модернизировать на верстаках. В целом дефицита средств по уничтожению врагов вы не встретите. Кстати, а что по самому уничтожению врагов, то есть по боевке? В целом тут отметить нечего, отдача от оружия ощущается, врагов много разнообразных, физика отличная, как мне показалось. В общем, тут особо ничего не отметить, просто все выполнено хорошо, это даже отлично. При этом в игре можно набирать к себе союзников, которые будут бегать с вами и участвовать естественно в боях. И да, с ними весело, они могут вмешиваться в ваши диалоги с NPC, реагируют на ваши действия и так далее. Например, если вы просто будете стрелять в воздух, то над вами будут подшучивать, типа не поехали ли вы башкой. В общем, с союзниками круто, они разные и с разными характерами. Ну и в целом погружение в игре отличное, то есть ваш персонаж может сломать ногу и нужно лечиться, если неудачно прыгнете. То где-то у него кашель начнется, если он что-то вдохнет, то нужно витаминку выпить, чтобы этот кашель прошел. То он может стать калекой и нужно посещать реанимацию. В общем, погружение в игру отличное. Но теперь давайте поговорим про минусы, которые для меня такими стали. Во-первых, в игре нет русского языка вообще. Конечно, это не минус игры, но просто хотелось бы отметить, что даже если вы знаете хорошо английский язык, то все равно лучше вам воспользоваться неофициальным русификатором, который есть на просторах интернета. Русификатор отличный, конечно, со своими особенностями, но тем не менее в сюжет, в квесты, в лица позволяет. Кстати, как установить русификатор, то вам выскочит предложение поддержать команду, которая сделала русик. Подержите, пожалуйста, команду рублем, ведь работа по сути действительно качественная и сделана бесплатно. На английском играть, ну, тяжело, потому что, во-первых, много текста, действительно текста просто дофига и диалогов, что голова уже кипит. А во-вторых, в игре много всяких околокосмических терминов и специальных слов. Поэтому русификатор будет вам полезен. Либо можете играть в обнимку со словарями. Ну и теперь уже непосредственно про минусы самой игры. Конечно, искусственный интеллект ведет себя иногда таким образом, что слово интеллект вообще можно вычеркивать. Например, ты в одном помещении можешь на нижнем уровне расстрелять недругов, а на верхнем этаже бот будет делать свои дела. Как будто он даже и не слышал выстрелов и криков. Хотя в целом в игре NPC ведут себя в основе своей прикольной и соответствуют обстановке. Они убегают, устраивают засады, могут истекать кровью и тем самым ползти от вас куда-нибудь, чтобы спрятаться. В общем, боты в целом хороши, но иногда тупят и эта тупость бросается в глаза. Но она вызывает больше ухмылку, нежели жжение ниже поясницы. Ну и все мы помним, да, в Скориме, в Фэллаут, там есть такой как бы контент, да, с конечностями, так назовем его, да. Здесь такого нет. И мне показалось, что здесь добавить бы в игру немножко жести по отношению к врагам, это сделало бы боевую систему, боевой процесс как-то интереснее, на мой взгляд. Следующий минус это эффекты огня. Пожалуй, худших эффектов огня в ААА играх я еще не видел. Ну, посмотрите сами. Это как будто в пейнте нарисовали, заанимировали в бесплатном приложении на смартфоне и закинули в игру. В общем, огонь не огонь. Ну и мне показалось, что игра уж очень неотзывчивая. Чтобы бросить гранату, то мне надо прожать на кнопку броска раза три. Я понимаю, что это зависит от анимации и так далее. Ну, блин, разработчики, если я нажимаю кнопку броска гранаты, то это значит, что мне в данный момент это важнее, чем перезарядка оружия. Поэтому логичнее было бы сделать прерывание анимации перезарядки на бросок гранаты. Помните, я вам говорил про то, что управление вашим космолетом удобное? Да, но это до того момента, пока вы не в бою. Потому что в бою разбираться во всех этих распределениях ресурсов, ну, очень неуместно избивает темп. Но вот летит на тебя хрыщ, ты увеличиваешь свой щит и сбавляешь скорость. А хрыщ тебя ударил и полетел дальше. И тебе нужно вручную уменьшать свой щит и добавлять скорость. И вообще в целом прыгать по этим характеристикам. В общем, неудобно. Разработчики могли бы сделать какой-нибудь боевой режим, чтобы не отвлекаться на эти перераспределения, чтобы бой был со стандартным управлением. Ну и в целом в игре, кстати, я не рекомендую заниматься сейф-скамом. Потому что вы можете сохраниться в неудачный момент и как бы все. И отдельный котел в аду для дебила, который придумал такую систему, что после загрузки ты еще 2 секунды не можешь ходить. Да, после быстрой загрузки ты еще пару секунд не можешь ничего делать. А вот враги тебя в этот момент могут убивать. Поэтому если ты сохранился и у тебя мало здоровья, и потом жмешь, чтобы быстро загрузиться, то вот эти вот драгоценные 2 секунды ты не можешь ничего делать. И это очень тупо. Поэтому с частными сейвами не перебарщивайте. Но несмотря на все это, игра мне безумно понравилась. В ней классный сюжет. Тема космических приключений раскрыта. На мой взгляд отлично. В игре есть чем заняться и геймплей в целом разнообразный. Багов и проблем с оптимизацией у меня абсолютно никаких не было. Ну только парочку. И да, было пару вылетов. Но опять же не критично. За столько времени, сколько я в этой игре провел. В целом Starfield точно будет в номинации на игру года. И вообще в этом году выходит и уже вышло много классных игр. Возьмет ли Starfield игру года, как это сделал Skyrim в 2011 году? Я думаю, что это вполне возможно. Конечно, борьба будет очень насыщенная. Тем не менее, есть как недостатки у Starfield, так и у его основного конкурента Baldur's Gate 3. Со своим третьим неудачным актом. И Starfield это действительно отличная игра. И Starfield я ставлю оценку 8.5 из 10. И пожалуйста, если вы критикуете игру, то хотя бы поиграйте в нее. А не делайте вердикт исходя из мемов, токсичных изданий и комментариев. И прекратите ругать игру в основном на чужом мнении. И да, многие эту игру уже прозвали как Skyrim в космосе. Но нет, господа, если честно, то игра мне больше напомнила Prey и Deus Ex в перемешку, чем Skyrim. Поэтому Starfield это действительно самобытный и отличный проект, который имеет свои недостатки, но имеет больше плюсов. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайк, наслаждайтесь хорошими играми и увидимся при следующем просмотре.